От Белого лица до Матери Сура Земли, народ, земной поклон от меня премьер. Очень рад, что мы с вами провели наше первое занятие волшебной дубравушки Тридевятого Царства Тридесятого Государства. Очень рад, что откликнулись вы и выполнили свои домашние задания. От лица Бабы Яги и всего замечательного нашего коллектива волшебного царства хочу поблагодарить и выразить большую радость от того, что мы с вами вместе все собрались. Действительно, это очень здорово, ведь это не просто разовое какое-то занятие, это дело, которому мы посвящаем нашу жизнь. И я теперь знаю, что еще нужно сделать, на какие темы у нас еще будут с вами занятия, так как наша группа будет работать постоянно. И надеюсь, она будет все более и более расширяться. И мы с вами таким образом создадим действительно уникальное совершенно такое действие, объединение нашего опыта, который поможет воспитывать прекрасную дубравушку, воспитывать прекрасное поколение, подрастающее поколение наших детей и внуков. Конечно же, хочу сразу сказать, что вот у нас активисты, это Юлия Кузнецова, Вероника Редько, Леся Бабенко, Галина Дружинина, Виктор Астраханкин, Екатерина Кукс и Алексей Дюжев. Они выполнили задания и все их можно посмотреть у нас на страничке, прямо эти задания выложены. Вы их внимательно все посмотрите. И я хочу сразу обратить ваше внимание о двух важных вещах. То есть мы уже поняли, что детишки, занимаясь этим заданием, и будь то это совсем маленькая девочка, и будь то это уже взрослая девочка, они отвлеклись от гаджетов. Если в первом случае это еще такого и привлечения не было, то во втором случае это уже, конечно, очень-очень здорово, что выполняя свое домашнее задание с подрастающей девочкой, она, девочка, так увлеклась, что даже не хотела принимать участие опять в каких-то мероприятиях, связанных с гаджетом. Видите, у нас язык удивительный. Гаджет ты. Поэтому мы с вами говорим о том, как это здорово. Вот Вероника Редько, она нарисовала алатырь, жарь птицу. Я думаю, что вот эти образы от каменьев до деревьев, от деревьев до зверей, от зверей до людей, они как-то вот вошли в вашу душу. То есть ваша память уже запомнила важность этих образов. И вы теперь их, видя и в народном творчестве, и в народных сказках, и в народных танцах, можете понимать глубинную силу. Потому что, ну, например, мы возьмем образ волка, да, который является очень мощным. Это стайное животное. Это животное, которое является санитаром леса. Мудрое животное. Мало того, очень верное животное, я бы даже сказал много того, верное животное. То есть эти пары волка-волчица, они сохраняются на протяжении всей жизни точно так же и как пара лебедей. Поэтому сегодня у меня большая радость, сегодня славив родное небо, мы увидели, как в белых облаках пролетело пять лебедей. Честно говоря, у нас в Можайском районе многое мы видали, но пять белоснежных лебедей в белоснежных облаках. Это большая радость. Завершается время Мокрит-Мокоши, начинается время дедов. И вот такой красивый-красивый переход. Лебеди хранят верность. Отсюда и слова такие, как лебединая верность. Поэтому вот эти все значения смыслов, верность, смелость, находчивость, отважность, мы, конечно же, также берем в этой прекрасной божественной игре, которая для нас сопровождается народными сказками, народными забавами. И мы понимаем глубинный смысл. Мы должны вобрать в себя все лучшее из того опыта, что нам оставили предки. И Виктор Астраханкин хочу поблагодарить за прекрасные фотографии. То есть, он уже совместил дерево и фотографии. Это уже явно, это уже видно. И я надеюсь, это первый шаг к созданию вашей живой книги «Былины вашего рода». То есть, вы уже несколько страничек данной книги сделали. Сделали сами, сделали со своими детьми. И, естественно, я очень надеюсь, что вы будете продолжать это. У нас впереди целый год. У нас впереди с вами будет курс «Как провести коляду в семье». И очень важно именно не бросать этого дела. Пусть маленькими шагами, но продвигаться вперед. Юлия Кузнецова замечательно нарисовала солнышки. Да, Владивосток, вы у нас самое первое солнышко встречаете. Так же, как и Камчатка, которые смотрят наши передачи. И что мне радостно, что везде образы у нас получаются узнаваемыми. То есть, у нас все получается с вами обычно. Именно мы следуем традиции. И своей внутренней родовой памяти, своей интуиции они, как известно, не подводят. Екатерина даже сделала, получается, целую игру. Они вырезали солнышки. И вот на Новый год вас также ожидает такой дар, как создать правильно детскую настольную игру своими руками. Мы только что недавно общались с Хантом Ансийском. И, конечно, хочу сказать, что это очень здорово, когда вы с ребенком что-то делаете. Например, вырезаете солнышки. И он их раскрашивает. Но при этом вы все это сопровождаете последовательным рассказом. Таким образом, через ощущение рук, через ощущение вашего голоса, у ребенка правильно формируются все связи в нашем сознании. То есть, таким образом у него закрепляется это все и развивается его память, развивается его мышление. И поэтому делайте вот такие действительно небольшие простые игры, которые вы их делали. То есть, например, вы можете вот эти солнышки вырезать и наклеивать. И в процессе этой аппликации вы будете переходить от одного времени к другому, сопровождая это рассказом, который повторяет ребенок. А потом можно еще это опять, этот круг повторить. И там уже что-то ребенок пририсует к зиме, к весне, к лету, к осени. И опять-таки это будет сопровождаться рассказом. Мы с вами коснулись такой важной, очень важной темы, как живой голос. Нужно рассказывать детям об окружающем мире. Нужно вместе с ними читать и обсуждать. Мы говорим сейчас о русских народных сказках, о сказках народов мира. Потому что в свое время в Советском Союзе был замечательный сборник, в котором как раз-таки были сказки народов СССР. Тогда это было сказки народов СССР. И там были подобраны как раз такие очень мудрые сказки. То есть, народ, он у всех этносов совершенно сохраняет одни и те же основы. Это любовь к природе, любовь к родине, почитание родителей, укрепление семьи. Отсюда они очень ладные и этот лад несут всем нам. А с детьми вы можете выводить из этих сказок, из этих занятий по, как мы сейчас с вами говорили, по связанным сказкам, которые детишки повторяют. И улучшают таким образом свою память, улучшают свое мышление. Развиваться вместе с ними. Это очень здорово. У нас с Дубравичами есть такая игра. Мы сами ее придумали. И в процессе этой игры мы путешествуем, познавая окружающий мир. У нас существует племя, ну, у нас лично племя мудрой кошки, у которого рядом находилось племя хитрой лисы. Мы одержали победу. Победу мы одерживаем добром. И у нас целый ряд, конечно же, приключений, в которых мы узнаем о горах, о камнях. Но самое главное, фантазируя вместе с ребенком, мы вовлекаем в оборот наши игрушки, те, которые мы делаем своими руками. Либо то, что нам прямо попадается под руку. Потому что даже не нужно специально ничего закупать, каких-то дорогих наборов. Нет, мы все можем делать своими руками. А когда ребенок сделает своими руками, как вот у нас в деревне наша недавно, Святоза, шалаш сотворил, конечно, он его оберегает. Это его первое мощное жилище. И для него это целый мир. И основой нашего действия такого игрового, сказочного, познавательного в племени мудрой кошки является ритм. То есть, мы начинаем с того, что обозначаем какими-то ритмическими узорами какие-то призывы. Ну, например, это обозначает «приходи ко мне в гости». Ну, я условно говоря. И мы записываем это. Мы ритм можем записать по принципу азбуки Морзе. То есть, значит, точка тире. То есть, мы можем записать просто, очень понятно для ребенка. И он это запоминает. Он запоминает, потому что вы можете точки тире, можете придумать что-то свое. Но самое главное, что мы играем в ладоши, повторяем этот ритм и его запоминаем. Таким образом, через вот эту игру, где у нас есть разные призывы к сбору племени, к выступлению главы племени, вождя племени и так далее. Я говорю просто канву. Вы можете придумать что-то свое. Но возьмите за основу самое простое. Ладони, ритм. Дальше вы можете включить барабан. Дальше вы можете включить какой-то бубен, где также будете отбивать ритм. Дети очень любят играть в ритм, повторяя разные ритмические рисунки. И вплетая вот этот ритм, вплетая этот ритм в канву общего действия. Вы знаете, что мы как раз поговорили о том, что из чего состоит вот этот ритм. Он состоит, а это очень важно, это должно взросло понимать. Он состоит из звука и тишины. И тишина равнозначно по величине звуку. Вот что такое тишина? На эту тему есть, кстати, замечательное такое занятие. Мы с Дубравичем иногда закрываем глаза и договариваемся играть в молчанку. Дается какое-то время, сколько звуков кто услышит. И вот прослушав внимательно, потом все начинаем делиться. Там птица, там проехала машина, здесь кто-то заговорил. А потом дальше я слышал дыхание, я слышал, как бьется мое сердце. Это дает внимательность к тем звукам, которые вокруг нас. И эту внимательность нам дает тишина. Потому что звук рождается из тишины. И тишина уходит в звук. Вот эта взаимосвязь глубинная, очень философская, на простом уровне. Она как раз таки с детьми предлагает вот такие прекрасные путешествия. И не забываем, ладоши это первое, что у нас есть. Потом к ним могут подсоединиться палочки. Потом к ним могут, ну это у меня сейчас ручка в данный момент. Потом к ним может подсоединиться, конечно же, ложки уже, русские ложки. Здесь уже надо будет обучиться играть на ложках. То есть инструментами становятся очень-очень простые вещи. Так, как всегда и делалось. Потому что изначально ребенок учится на очень простых вещах. Но ладушки, это будем еще мы с вами говорить на эту тему. Там же и прискосов очень много. И это взаимодействие. Играйте обязательно ладушки, ладушки, где были у бабушки. И не забывайте, не забывайте хвалить. Какой молодец. Ведь когда нас похвалят, мы такие вот радостные. Вот я вас всех могу похвалить. Вы прекрасные, вы чудесные, вы лучезарные, вы солнечные. Юлия Кузнецова, Вероника Редько, Леся Бабенко, Галина Дружинина, Виктор Астраханкин, Екатерина Кукса, Алексей Дюжев. Вы большие молодцы. Потому что мы с вами уже с друга, которая ваяет будущее наших детей. Соответственно, и будущее всей планеты. Поэтому давайте это делать дружно. И не забывать, когда мы что-то делаем со своими детьми, со своими подростками. Обязательно похвалить их. Живое общение. Это основа основ. Я понимаю, что вы меня сейчас видите в электронных устройствах. Но все-таки мы уже с теми, с кем мы переговорили. Такие у нас своего рода консультации состоялись по нашей связи. Это возможность движения добра. Возможность обмена информацией. Возможность обмена опытом. Потому что очень важно оградить наших детей от опасности информационной среды. Я тут недавно, по дороге между двумя моими делами, рабочими, в городе Москве зашел в бывшее здание. Раньше это назывался детский мир. Я обязательно, наверное, будет время, даже сниму об этом передачу. Что же я как кот Баюн обнаружил? Я обнаружил отсутствие моих родичей. Не увидел я там, я-то думал, я зайду, там дуб высокий, русалка на ветвях сидит. Себя, думаю, там увижу. Пойдет направо, песню заводит налево сказку. Говорит, богатырей там увижу, царя морского, баба-ягу. Нет. Меня встретило при входе холодное-холодное электронное изображение Диснейленда. Которым кружились какие-то виртуальные, не совсем приятные, лишенные душевной теплоты персонажи, которые зазывали в первый магазин. Которые детей возить, конечно же, нельзя. Почему? Потому что те игрушки, которые там, они сделаны на мотивы американских мультфильмов и не несут той заданности, душевной теплоты, воспитания трепетного отношения к нашим предкам, которые заложены в наших советских мультфильмах, в мультфильмах, поставленных по сценариям русских народных сказок, сказок народов мира. Там страшные маски звездных войн, там страшилки, там чудовища. То есть, там как раз есть та самая деструкция, которая ломает неподготовленное детское сознание. Она очень яркая. Далее я прошел, там увидел какие-то остовы космических кораблей, опять каких-то монстров и чудовищей. Дальше я даже не пошел. Надо пройтись, конечно, повнимательно изучить, что же там предлагают. То есть, ни развивающих игр на базе нашей традиции, ни образов добрых, красивых, смелых, ни даже, знаете, той прекрасной карусели, которая была когда-то в советское время. И мы ее очень-очень любили. Все, что меня порадовало, это наверху, под куполом, там фрагменты русских народных сказок. Скорее всего, может быть, я не знаю, они просто были такие, вызначали этого здания и их просто повторили. Но я еще раз говорю, есть нам что творить своими руками. Поэтому внимательно очень относитесь к игрушкам для детей. Пусть это будут развивающиеся, пусть это будет какой-то конструктор, из которого можно что-то смастерить. Но внимательно относитесь к куклам, которые представляют собой каких-то монстров, каких-то подозрительных, я бы сказал, фей. Не проверяли, насколько они феи. Они, может быть, внутри-то чудовищные, хотя внешне очень яркие, красочные. У нас с вами все есть. Есть голос, живой голос. Мы можем общаться, мы можем говорить сказки, мы можем обсуждать, мы можем любоваться живым миром. И это самое главное. И открывать каждый день какие-то чудеса. А вот с помощью ладошек, мы уже проговорили, можно сделать целый цикл таких игр, в которых мы будем путешествовать вместе с племенем. Как выберет ваш ребенок, может быть, это будет племя сильного орла, может быть, это будет племя мудрого медведя. Это все замечательно, потому что это все вовлекает именно в мир волшебства нашей народной традиции, мир доброты, в мир сердечности, потому что добро всегда побеждает зло. Мы с вами будем продолжать беседы. Они будут идти на нашем канале постоянно, они будут в нашей группе. И буду вам признателен, если вы напишите свои, так сказать, отзывы, свои впечатления о нашем первом курсе. Быть может, это привлечет к нам большее количество людей, потому что материалов очень много на канале. Они пополняются. Вот недавно вышли у нас уже две передачи Дубравичей. Это уже детская такая редакция нашего канала. И там вы видите такие яркие очень действия, фрагменты нашей жизни, так сказать, кадры нашей хроники, пребывания в этом замечательном лагере Дубравушка в этом году у доктора Владимира... У доктора Валерия Владимировича Синельникова в Светоче. И посмотрите, это действительно все интересно. Мы и дальше будем продолжать с вами беседовать каждую неделю. И я надеюсь, что вы напишите свои отзывы, напишите свои пожелания, которые я буду выполнять. А впереди у нас уже новогодний будет курс «Как справлять калиду дома». И это будет большая помощь всем желающим провести праздник рождения нового солнца в кругу семьи. Мы научимся делать домашний театр, как он раньше назывался, вертеп. Мы научимся именно все делать своими руками. И я хочу сказать, что это волшебный праздник, поэтому к нему мы начнем готовиться заранее. Чтобы к нам всем пришло новое солнышко и этот огонек поддерживал нашу всю жизнь. Получил я уже также мысли о том, что очень интересно заниматься народными музыкальными инструментами и вообще музыкой. Доложу, что открываю новый я сейчас цикл концертов специально для семей, ориентированный в первую очередь на детей. Чтобы детишкам через музыку прививать любовь к музыке с одной стороны, а с другой стороны именно с помощью музыки. Развивать сознание, развивать фантазию, путешествовать, познавать. Потому что музыка наш замечательный, замечательный помощник каждого дня. И хочу еще раз от всей души поблагодарить вас за такое активное участие в нашем первом курсе. И я думаю, что мы все вместе сможем оградить наших детей, наше подрастающее поколение, нашу молодежь от опасности окружающей информационной среды. И по мере того, как мы с вами будем взращивать добро и свет, света в мире будет становиться все больше и больше. И поэтому мира, гармонии любви на планете Земля прибавится, а наш сильный род укрепит наш великий народ. А здоровый народ укрепит весь земли наш род. И в завершение вот у нас был такой детский, даже не спектакль, а детская мистерия «Живая земля» в свое время. Это тема, о которой мы должны постоянно говорить. Это очень важная тема. И я вот как раз спою из этого действия, из этой мистерии, детской, народной мистерии, воспевание «Живой земли». Оно очень простое, два слова «Живая земля». Жива земля, жива земля, жива земля. 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 Благодарю. Благодарю. И до новых встреч. Всех благ, ваш кот Баюн. Пишите, пишите свои отзывы, пишите, что хотелось бы вам узнать в беседах о традиции и воспитании, и мы с вами будем развивать это большое, доброе, светлое дело мира, гармонии, любви. Всех благ. Субтитры создавал DimaTorzok